Здравствуйте дорогие друзья, я приветствую вас в седьмом выпуске оффлайна, или шестом, или восьмом, но это в общем не важно, главное спустя всего лишь полвека мы снова с вами, а почему? А потому что в игровой индустрии снова кто-то не прав и мы готовы об этом поговорить, хотя скорее всего мы все-таки поговорим о том, что ждать и что трогать, но может быть еще и где. Один из лучших мыльных эксклюзивов The Last of Us все-таки выйдет на PlayStation 4. Сначала в цифровом магазине PS был замечен баннер, а после факта выхода на мыльницу нового поколения подтвердил в своем твиттере президент Worldwide Studios Шухею Йошиде. Ну а также Sony анонсировала новую игру про очередной зомби-апокалипсис H1Z1. В общем, как всегда нам обещают вагоны маленькую тележку всего в игре, и само собой, что она будет на голову выше, чем конкуренты, хотя конкуренты уже давно топчутся просто у друг друга на головах. Ну а сама же игра это, как было выше сказано, песочница про мир после некой эпидемии, где прошло уже более 15 лет после ее начала. Такие дела. Ну а что забавно, красоту открытого мира нам продемонстрируют с помощью движка от PlanSide 2. В принципе, неплохой выбор, при том, что обещают большие локации и популяцию корма для зомби в несколько сотен рыл на одном сервере. А дополнительно в игре, как и в Rusty, можно будет крафтить различные стволы и строить хибары, чтобы их доблестно потом оборонять, но бойтесь. Ибо тут их можно будет поджигать и другие игроки, но само собой, friendly russians, наверное, спалят ваш сарай к чертовой матери еще до наступления ночи. Также здесь будет транспорт, в том числе и самолеты, и средства передвижения можно будет чинить и привинчивать к ним всякое для большей проходимости и надежности. Пока неизвестно, когда же игра выйдет в свет, но, честно, вряд ли в итоге проект будет более чем на неделю. И все, скорее всего, закончится после того, как вы подожгете чей-то дом, воткнувшись в него своим самолетом. Продолжая мертвецкую тему, заодно стряхнем немного пыли со следующей игры. Fortnite от Epic, которая была анонсирована еще в 2011 году путем выкладывания в интернет красочного ролика, наконец-то подала признаки жизни. В последнем выпуске Game Informer игрокам рассказали некие подробности касательно того, чего ждать, собственно, от этого проекта и когда его вообще ждать. В общем, игра представлена в виде импровизированного приключения по некой планете в составе команды из четырех лиц. При этом в игре доступно пока четыре класса. Командос, огневая мощь группы, может закладывать мины. Ниндзя использует холодное метательное оружие. Ну и еще есть собиратель да строитель. Ну и они собирают и строят. Территория же этой планеты поделена на сектора, которую нам придется в будущем защищать от монстров. Причем генерироваться эти локации каждый раз будут по-новому, из-за этого количества заготовленных шаблонов. А сама местность будет отличаться при этом не только флора и фауной, а также там рандомно будут появляться всякие разрушенные супермаркеты, дома, далачуги. Ну а когда придет время защищаться, придет время, собственно, для Tower Defense. Как итог, днем игроки собирают ресурсы и чертежи для постройки, укрепления и создания оружия. А ночью препятствуют проникновению мертвецких пальцев в свои мясные залежи, попутно закрывая порталы, откуда нечисть валит. Умная, к слову, нечисть, которая будет нападать на уязвимые участки вашей обороны. Но это не все. Еще планируется пвп-режим 5 на 5. А теперь улетаем от зомби в космос. 2K анонсировала третью часть кооперативного боевичка Borderlands с говорящим названием The Pre-Sequel. Как можно понять из названия, действие будет происходить до событий второй части. Но снова побегать по Пандоре не дадут. Теперь нас отправят на Луну. Именно здесь мы сможем понаблюдать за мутациями красавчика Джека и его превращением из няши-мяши. Ну а что касается героев, то из новой четверки наиболее интересны двое. Инфорсер Вильгельм, телохранитель Джека, с которым игрок знаком по второй части. Там он был представлен как большой робот, а в пресс-сиквеле он еще будет человеком. А второй занимательный персонаж это Железяка, безбашенный робот, который знаком каждому, кто играл в две первые части. Вот. Ну а в остальном в игре, конечно же, появятся новые виды оружия. Как минимум из новья криогенные и лазерные пушки. А также немного будет изменена механика игры. То дело, собственно, в том, что все происходит на Луне, где нет воздуха, и гравитация намного меньше, чем на Пандоре. Теперь побегушки по всякой поверхности солидно разбавятся битвами в воздухе. При этом, конечно же, полет можно будет контролировать с помощью баллонов с воздухом. Но есть надежда, что контролировать движущие струи такие будет непросто. Просто не хотелось бы терять потенциальное море лунзов. Ну а выйдет игра осенью 2014-го. И там же, к слову, в космосе, только еще дальше от Луны Пандоры уже летают странные кораблики из Стар Ситизен. Про сингл-компанию при этом все равно пока ясно мало. Хотя о всяком можно узнать, поглядев наше превью. Но зато уже четко видно, как мы примерно будем летать. Выглядит очень красиво. Но как-то вроде бы и физика, и лоски, и красота. Но до динамики боев даже фрилансера как-то пока вообще не дотягивает. А должна. Будем ждать, что таки все станет бодрее. А себя я поймал на мысли, что хочу при таком вот внешнем виде битву из миссии Сиренити с пожирателями. Знаете? Вот где был накал, да? И космические ковбои тоже круто. Хотя ими же, в смысле ковбоями, и вообще наездниками по-всякому можно быть в Titanfall. И туда, собственно, можно глянуть ввиду того, что в последнем обновлении добавили, ну, во-первых, возможность пилить личные лобби. То есть можно издеваться конкретно строго над друзьями. А во-вторых, изменили челленджи для тех, кому ни рук, ни карт не хватало. То есть для того, чтобы карт теперь хватало всем даже безруким, челленджи эти упростили. А где-то просто изменили. Ну а бонусно, теперь Titanfall доступен и пользователям Xbox 360. Давно не теребил сосочки старой подруги? Время пришло. Снова. И я бы, собственно, уже ушел от космоса, но про космос вообще сегодня много. Причем даже есть наркомания с Kickstarter. В общем, для тех, кто по жизни последний из людей, и для тех, кто мечтает вернуть людям былое могущество, там, собственно, есть проект, в котором вы можете стать тем, кто создаст новое место обитания для человечества. Но, правда, весьма знакомым способом. Грабежи, насилие и доминирование. Правда, сначала вы будете маленькой базой, собирающей на просторах необъятной вселенной мусор. А уже потом, когда благодаря по-насобранному вы учите всякие технологии, сможете уже отдавая себе отчет качественно грабить, насильственно отнимать и мужественно доминировать, как пожиратель далекого будущего. И все без каких-либо вроде бы ограничений, связанных с размером базы. Хотя пока, правда, на проект собрали только половину. Если вдруг интересно, то дорога вам на Kickstarter. А вот что заставляет с теплом в сердце вспоминать детство, диснеевские мультики и мазать монитор деньгами, так это Армелла. Игра все с того же Kickstarter с одной особенной фишкой. Там грулики, собачки, волчатки и котятки мило делают ушками. А потом, как в Игре Престолов, может, всех убьют нахер, угадайте, на каком празднике? Но в остальном, кроме ушков, как-то плохо для меня. А вам, если нравятся карты, там настольные всякие прелести в стиле героев, меча и магии, то вот следует обратить внимание, а там, вооружившись зонтиком и мечом, мстить за убитую жабку. В том числе и на планшете. Для планшета, вот как по мне, кажется прям великолепно будет. А вот на ПК, ну не надо такого. Вот вы лично играли бы в что-то подобное на ПК, или все же действительно подобные вещи лучше всего видеть именно на мобильных платформах. Вообще, если строго вот так взять, разделить игры по жанрам. Какие, на ваш взгляд, жанры должны быть стопудово только на ПК, а какие строго на планшетах? Есть ли какая-нибудь четкая разница? Ну а теперь продолжим, и продолжайте ему котеек. Можно стать котейкой в коробке в другой игре, если на нее, опять же, там же на Кикстар 3 соберут деньги. Фишка же ее в том, что вы, мм, боевой картон, сражаетесь против других картонных существ во имя того, чтобы изучить весь данжен, а по пути создаете любое оружие, любые скиллы, себя, врагов и вообще все. Выглядит, в общем, странно, но как-то манит. Может, это какая-нибудь магия квадратов? В общем, такие вот дела. Ну а закончим мы, наверное, такими, знаете, мини-новостями. Итак, во-первых, вышел новый ролик Вольфенштейна The New Order. Некуда бежать. Судя по нему, игра выглядит неплохо, но пока, если честно, ее можно предзаказать только из-за получения доступа к новому думу. Хотя, если вы, конечно, угоревшие староверы и некогда угорали по Вольфенштейну, то пройти мимо просто нельзя. Далее сообщили, что погонять в The Crew можно будет уже в начале осени. И, к слову, там же осенью выйдет продолжение цивилизации. Называться оно будет Beyond Earth и будет вещать про колонизацию новых далеких миров. А там, само собой, куча новых технологий, новые войска и кто-то сменит Далай-Ламу на троне из черепов. Также появилось новое геймплейное видео дополнения Cold Cold Hat к Batman Arkham Origins. Там Batman превратился в Железного Человека без пушек и ракетных двигателей в тапках и каким-то образом все-таки мудряется летать в своих доспехах. А все почему? А потому что I'm Batman. А еще в Downgate, очередной мобе, стартовал открытый бета-тест. Но я не знаю, кому и насколько будет интересно играть в очередную мобу, основной фишкой которой является наличие петов. Но это все в будущем. А сейчас и в ближайшее время можно будет поиграть в следующее. Любители кубов уже вовсю играют в LEGO The Hobbit. Очередная LEGO игра по мотивам трилогии Петра Джексона. По мотивам небольшой сказки знаменитого писателя Джона Толкиена. Также вышло продолжение The Wolf Among Us. Третий эпизод приключений в мире наркоманского прихода, где живут все персонажи из народного фольклора, да и из всяких сказок. В общем, очередная доза серого для всех уже доступна. На следующей неделе любителям попинать мяч, не выходя из дома, а также диванным топ-игрокам мирового футбола выпадет шанс сыграть на чемпионате мира в солнечной Бразилии. Мазаться фейжаадой и выплясывать самбо можно будет уже 15-го числа во всех квартирах СНГ. 16-го же числа выходит симулятор насилия над мотоциклистами Trials Fusion. Хотя я бы с куда как большим воодушевлением издевался бы над велосипедистами. И на этом у нас пока что все. Поэтому на этом сегодня все и всем всего.